Альбина Евгеньевна Бударева, которая возглавляет комиссию в общественной палате по экологии, да, и не только по проблемам, но и по экологии в целом, и по охране окружающей среды. Альбина Евгеньевна очень нам помогла с первой сессии, которую мы проводили в ноябре, и со своими специалистами, то есть у нас был такой очень активный запрос от общественности. Мы на него реагировали, но разобраться во всех проблемах, выступить экспертами по этим проблемам и предложить пути решения помогла нам общественная палата. Пожалуйста. Спасибо большое за внимание вообще к проблемам экологии, потому что до последнего времени экология, конечно, была не дооценена как проблема на самом деле. Мы говорим об экономике, мы говорим о чем-то, но качество жизни, вы правильно абсолютно сказали, зависит от окружающей среды очень сильно. И на сегодняшний день то, что ваш общественный совет занялся этой проблемой, и вот так вот напористо проводят совещание за совещанием, мне очень приятно работать с коллегами, которые хотят разобраться. Вы на самом деле вникаете в клуб проблемы и очень быстро реагируете на те вызовы, которые приходят к нам в общественную палату, а приходят и фенуалы. Что же волнует граждан? Вот на сегодняшний день я собрала несколько вопросов, которые волнуют. Первое – это недостаточность информации о состоянии окружающей среды. Соответственно, мало аппаратных методов контроля даже самой атмосферы. То есть не говоря уже о качестве воды и других аппаратных методов контроля на предприятиях и в общественной городской среде. Особое нарекание, что при развитии портовой деятельности не развиваются технологии по нейтрализации негативного воздействия при перевалке. Не только угля, но и других. Загрязняется акватория. На сегодняшний день уже все меньше и меньше развивается биокультура, которая могла бы кормить, в том числе и Дальний Восток, как мы обсуждали, и с депутатами Госдумы обсуждали этот вопрос, что мы истощаем свои природные ресурсы, которые нам природа дала в каких-то мелких вопросах, которые бы мы могли спокойно решить при использовании технологических решений, правильных и грамотных. Следующий вопрос – это мало восстановительных мероприятий по лесным угодиям. Лесные угодия истощаются. Хотелось бы, чтобы были просто на восстановительные мероприятия. Вы знаете, сейчас идет Новый год, и вот эта акция, которая распространяется везде, от кремлевской елки взять семечку, посадить, и через 100 лет вы увидите эту елку, 100 лет. Давайте задумаемся. Мы будущим поколениям, что же мы оставим на этом Дальнем Востоке? Вот те же шумящие леса. Я сама с Дальнем Востока из Комсомольска на Амуре. Я выросла в этой природе, собирая грибы и ягоды. И мне очень хочется, чтобы мои внуки тоже смогли на самом деле понять, как растет гриб. Сейчас они, к сожалению, в Москве не понимают. Спасибо. Спасибо. Спасибо.